Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров и со мной Владимир Семкович, замечательный человек, который вообще замечательный человек, добрался до Сиднея, добрался с Санкт-Петербурга, и с Перта, ну да, в Перте, на карантине, хороший город, кстати, в Пертопал, в Пертопал, в Пертопал, в Питер, города побратимы, но ролик не об этом. А ролик не об этом, ролик я хочу начать с анекдота, выловил Джина из бутылки, товарищ, и говорит ему, знаешь, говорит, я хотел бы построить мост вот отсюда и до Гавайев, вот такой вот прям, вот такой мост, Джин говорит, ты что, охренел что ли, ну мне же вообще, я конечно могу любое количество бетона, добыть, ну вообще, фабрик там, то есть, вообще, что-то как-то нет, а у тебя что-нибудь другого нет, какое-то попроще желание. А мужик говорит, слушай, говорит, а дай мне возможность понимать женщин. Джин подумал, говорит, ладно, говорит, хрен с тобой, говорит, во сколько полос в каждую сторону тебе мост надо. Вот о понимании женщин. Давай поговорим мы с тобой о понимании женщин. Я хочу еще сказать, я не согласен с некоторыми блогерами, которые считают, что женщины какие-то не такие, особенно женщины в Австралии какие-то не такие. Просто эти люди какие-то не такие, а женщины такие, они везде, вот по моему опыту они везде, обычные люди, только, ну немножко отличающиеся от мужчин по психологии. Вот твое мнение как человека, который жил в России и жил в Австралии, опять в России, потом опять в Австралии, я не знаю, там нациклено это уже. То есть ты знаешь. Это как знаешь, сумасшедшествие это повторение одного и того самого с ожиданием другого результата. Продолжай. Так вот, хотел бы твое мнение знать о женщинах вообще и о женщинах в Австралии и тех, которые едут в Австралию из России. Наиболее такая жгучая тема, на которую некоторые недопредставители мужского пола жалуются, в том числе и в своих роликах. Ну, жаловаться не нужно, потому что как бы те женщины, которые встречаются на пути, это вообще все люди, которые встречаются на пути, это во многом зеркало человека. Поэтому я бы единственное, что поскольку ты три аспекта затронул, я один аспект быстренько отвечу, потому что у меня вообще как бы на эту тему сугубо теоретические познания в основном. Но в этой сфере, в этой сфере, в этой сфере, в плане того, насколько отличаются австралийки от русских женщин. Вот я гулял тут по Перту, в частности, там много коренных австралийок, и по их стилю поведения у меня промелькнуло такое ощущение, я вот его сформулирую вот так вот, что если бы российских девушек, ну, скажем так, 20-30 лет посадить в тюрьму женскую, и вот как бы они себя там вели, потому что женщина в женской тюрьме ведет себя по-другому. У них выстраивается иерархия, у них стиль поведения меняется, уходит кокетство, появляются такие немножко мужские черты. И вот австралийки представляют из себя вот таких вот женщин, мне кажется. При том, что они, да, могут одеваться интересно, выглядеть тоже привлекательно, но под спутно такое какое-то ощущение у меня осталось. Я не знаю, Александр, я, может быть, ошибаюсь, или, может быть, я, ну, новичок в этом плане в Австралии? Ну, Володя, я как бы имею свое мнение. Не хватает ли им кокетства русского, знаешь, вот русские дамы любят кокетство, комплименты и так далее. Хотя это все женщины любят, но вот здесь, мне кажется, женщины в обществе победившего феминизма, они воспринимают себя как личности, которые могут себя вести так, как им хочется, без учета половых отличий. Все-таки общество навязывает некоторые догмы поведения в зависимости от пола. Ну, я с такой точки зрения не смотрел, но я тебе так скажу, что если это генетически брать, что сюда привозили женщину, как бы часть хотя бы, воровки проститутки, то есть не просто проститутки, но воровки. Я думаю, что не только часть, а в начальном этапе только так и было. Не, в начальном, да, но потом все-таки как-то что-то поменялось немножко. Потом они социализировались. Вот, то это осталось, потому что отношения в армии, в школе, в таких вот, на зоне, они достаточно, как ты отметил, интересно отметил, жесткие. И, соответственно, народ, который, народ, который имеет свое начало вот из этой системы, наверное, он в чем-то и жесток, в чем-то и без понтов. Без понтов! То есть женщины здесь без понтов. Хочу, надевая вечернее платье и кроссовки, и сажусь на станции Редфорд на заплеванный пол, и мне плевать, что вы обо мне думаете. Ты вот это имеешь в виду, да? Да, да, именно. Ну, а что, ты же видел настоящих австралок, я имею в виду Ози, у которых шарм, стиль или нет? Или в Перте таковых не наблюдается? Когда, ну, соответствующая обстановка, то они могут в это сыграть. Но я говорю о базисе. На этот базис можно натянуть шарм. А у российских девушек, мне кажется, у них основа именно такая. И они уже на такой базис кокетства и ощущения себя, ну, маленькой девочки, скажем так, ну, условно, ей может быть и 30 лет, она на это может натянуть то, что она все-таки мужик. Она может тоже, вот и в карьеру может тоже как-то. Но ей это чуждо, понимаете, здесь вопрос того, что человеку чуждо. Вот, мне кажется, австралийскам чужд такой шарм. Ну, а как же коня на бегу останавливают австралки, наверное, получается? Это давно очень было в России. Да. Ну, мне кажется. Хорошо, этот вопрос мы высказали. А что по поводу мужчины и женщины? А почему у нас мужчины, допустим, так что-то жалуются, что что-то там не то? С нашими же, с нашими. Ну, здесь с нашими или... А потому что женщины перенимают образ поведения австралийка, мне кажется. Ну, они же здесь все-таки обращают внимание подсознательно на то, как ведут себя другие особи женского пола. Ну, это подсознательно так, они себя сравнивают с ними. Тем более у россиянок есть такой вот элемент сравнения, опять же, мне кажется. Но я бы хотел поговорить, именно вот мы обсудили австралийк, просто, ну, это не очень, может быть, интересна будет тема. Потому что у нас будут, может быть, смотреть девушки тоже всякие. Мало ли? Мало. Два холостяка. Нас мало. Нет, я, как, знаешь, как этот, я... Ты меня не трогай, я как боженька, я недоступный. Ты практик. Да. Я бы больше хотел, чтобы ролик у нас повернулся именно в плане того, насколько верны ожидания женщин, которые, девушек, женщин, которые хотят в Австралии жить. С тем, насколько они вообще понимают, что такое эмиграция и как им придется под эмиграцию подстроиться. Ну и как им придется подстроиться, подлечь под эмиграцию? Просто... Очень образно. Нет, 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 мы просто... Давай вот мы так, поскольку ролик такой философский, давай мы так углубимся вообще совсем в философию такую глубокую. Вот, это будет минут... Ну, сейчас только что о докторантуре философии, про PHD говорили. Суглублялись. Сейчас углубимся с другой стороны. Поэтому тут сейчас будет минут 10-15 такой вот отсебятельный вообще совершенно. Можете перемотать. Через 15 минут мы опять вернемся к Австралии. Я бы хотел начать с того, что такое есть женщина вообще. Вот с такого вот вопроса простого. Ну давай, расскажи нам, что такое женщина. Что мы не знаем, женщина. Поскольку у меня здесь набросаны несколько тезисов, поскольку я все запомнить не могу, поскольку холостяк, что в целом женщина от мужчины отличается тем, что это сугубо другая ветвь эволюции человека. То есть есть мужчина, у которого есть целеполагание, логика и план действий. И есть женщина. Женщины в плане подсознательном. Мы сейчас говорим о древних временах, когда это все формировалось. Поскольку эти архетипы, которые тогда были формированы, они подсознательно действуют на уровне инстинктов. А человек, как известно, он не только инстинктами оперирует, но и интеллектом. Потому что инстинкт говорит нам, что делать, а интеллект говорит, как делать. Поэтому если у человека превалирует интеллект, он инстинкт может подмять немножко под себя. Мы хотим, вот именно, может быть, цель такая, чтобы понять, насколько женщине надо будет инстинкт свой немножко примять, чтобы ее эмиграция в Австралию была гармоничной. Если она гармонична, то она успешна. Поскольку мы вначале заговорили о австралийках и о том, как они победили природу и добились феминизма. Так вот, феминизм, в каком смысле, он, конечно, приветствуется большим бизнесом, потому что, если женщина работает, она хороший потребитель, а поскольку она не оперирует логикой, она оперирует эмоциями, то ее проще подцепить на крючок рекламы, и она будет покупать много товаров, которые логически могут быть не нужны, но эмоционально ими хочется владеть и демонстрировать другим. Сильно, в том числе и Австралию. В том числе и, да, гражданство австралийской компании. Так вот, у женщины... Клянись, что ты не путинист! Ты из Питера, я тебя подозреваю, Вова. Ты так хитро подводишь к тому, что Австралия – это такая блесна, на которую ловят дурачков и дурочек. Ну, как тебе сказать... Божись, что ты не от Навального кровью! Нет, нет, почему от Навального нет. Навальный как раз другую мысль. Он, наоборот, проповедует, что там вот знают, как, а в России мы пока не доросли, но когда он придет, мы дорастем, я уверен. Так вот, в Австралии, значит, победил феминизм. У женщины при победе феминизма, если у нее, скажем так, неустойчиво привито понимание феминизма, а у женщин, которые эмигрируют, у них это не привито. Они оперируют все-таки теми понятиями, которые в российской культуре выше феминизма. Я потом расскажу еще, что это такое. Так вот, в ней, получается, борется, с одной стороны, феминизм, карьера, с другой стороны, подсознательно, продолжение потомства. То есть, ей хочется заводить ребенка. Это выступает противоречию, потому что феминизм – это карьера, дети – это отрыв от карьеры. Но при этом желание ребенка ее ведет по какому пути? По пути поиска доминантного самца, потому что надо заводить детей. Богатого. Он может быть большой, крупный, иметь голос высокий, просто высокий по росту. Мачо. Богатый мачо, да. Ну, в том числе мачо. А лучше мачо и миллиардер? Без этих атрибутов, но с деньгами. Ну, это в идеале, но, понимаешь, миллиардеры обычно на принцессах женятся, а принцессам мало. Вот. У нас есть. У нас каждая вторая принцесса. Нет, в этом смысле она стремится к некому идеалу, вот то, что я описал. И здесь противоречие, уже я, наконец, закругляюсь и возвращаюсь к Австралии. Здесь противоречие такое возникает, что у нее идеал вот такой вот. Ты на меня, что ли, показываешь? Нет, я вверх хотел показать. Ну, это значит на меня. У нее в голове, у девушки, которая хочет в Австралию, у нее в голове идеальный образ Австралии, правильно? Идеальный. То есть там все должно быть идеально, в том числе и муж идеальный. И когда она сюда приезжает, она может этот идеал найти? Может. Может? Да. Хорошо. Вот, пожалуйста, можете продолжить эту тему. В чем заключается идеал? Идеал – это то, что тебе подходит больше всего. Материальное положение, оно как бы гарантированно. Здесь слишком большая социальная поддержка. Плюс, плюс, ну, любую… Слушай, у нас ребята зарабатывают там по 200, по 150, по 200 тысяч долларов в год. Если это не какой-нибудь центр Сиднея, а даже его окраина, и ты знаешь, что есть люди, которые имеют эту недвижку. А больше куда? Ну, раньше еще как бы были возможности съездить куда-то. Сейчас можно только по морде съездить, и больше никуда. Вот. Соответственно, я думаю, что даже среди наших ребят есть люди, которые и богатые, и интеллектуальные, и… Да. Ну, все ли у нас… А вообще интеллект ценится женщинами или нет? На твой взгляд? Здесь смотри как, здесь очередное противоречие в женском мышлении. Женщина, с одной стороны, хочет детей от идеального самца, самца, что значит самец, самец. Крупный, большой, рявкает, рычит, может побить дубиной. Но не побьет. Дубиной. В этой стране вряд ли. Это с одной стороны. С другой стороны, а такой, извини меня, он может быть отцом как бы таким, ну, который будет возиться с детьми? Нет, он сделал детей и убежал, ему до следующего там кого-то побить. Поэтому отцом детей, я говорю, это я все в области архетипов, выступает как раз мужчина с интеллектом. Ну, правильно. Ну, как бы интеллектом это трудно назвать. То есть, пришел самец, сделал ребенка, а воспитывает вот этот вот с интеллектом. Это вообще интересно такое. Ты, наверное, не ожидал такого поворота событий. А он очень часто уже очень случается. Это очень часто. Не, ну, мы же не говорим абстрактно. Это как раз и есть. Просто природа говорит о том, что если, опять же, я повторяюсь, это мы говорим о том, о тех случаях, когда у женщины доминируют инстинкты и интеллект не может с ними активно работать. Если у женщины развит интеллект, она это все понимает, и она уже исходит из абсолютно простого принципа. Я сразу сейчас скажу для женщин, которые интеллектуально нас смотрят, что мы не пытаемся принизить женщин. Мы говорим, что умная женщина, она не из этого исходит, из того, что мы рассуждаем. Она исходит из того, что семья, это прежде всего, это не мое определение, но я с ним согласен, что это прежде всего стая. То есть у вас должно быть ощущение стаи, что вы вместе с мужем преодолеваете трудности, добиваетесь чего-то вместе. Поэтому Саша сказал, что определенный уровень заработка, все остальное вы можете вместе добиться. Вам не нужен ни сильный, ни какой-то еще, вы с помощью того, что предоставляет Австралия, она предоставляет уровень жизни для создания семьи. Со временем, ну то есть со временем вы дорастаете до этого уровня, а потом вы можете расти еще выше. Если вам именно семья важна, а женщинам семья важна. Есть мужчины, которым семья не важна, не важно другое, например, порассуждать о женщинах. Вот поэтому переворачиваем страничку и переходим к котам. Коты это святое. Да, потому что как раз женщины обращают внимание, что кот, кот в их понимании, это то, что мужчина заботливый. Поэтому если мужчина любит котов... Коты заботливые? Нет, мужчина, который любит котов, он априори подсознательно готов проявлять заботу. Охренеть, это обо мне. Леша... Вот я опять же... Вот, кстати, Лешу надо будет тоже спросить, может быть, там прокомментируют. Что действительно ли это так? Ну он офигенный семьянин, ты чего? Вот, вот видишь? Он о котах заботится. Вот. Я семье, кстати, тоже. Он даже обо своих клиентах заботится, что для миграционного агента вообще какая-то дикость. Но он заботится, это правда. Вот. Так что... Смотри, как ты сильно сказал. Не, ну... Это ты мне, пожалуйста, ссылочки потом. Потому что всякая научная работа должна быть только мне ссылочки. Я везде это выставлю. Да, но это если, опять же, если женщина адекватная, она эту заботу принимает как плюс мужчины. А есть женщины, которые пытаются на этом играть. Поэтому женщина, если видишь, что мужчина кошатник, то она пытается это использовать. Понимаешь? И как? Как? Ну, манипулирование. Например? Берет на себя роль кота. Подыгрывает тебе, становясь для тебя котом. О котором ты, может быть, не очень хочешь, но вынужден заботиться. Я о котах всегда заботюсь. Ну, вот. Нет, я имею в виду... Не то, что вынужден, неприятно. Я имею в виду не просто о котах, а о котах, которые тебя кольцевал, понимаешь? Ну, я предпочитаю бездомных, скажем так. Ну, я имею в виду, у меня много приходит. Не все согласны быть бездомными в Австралии, знаешь, так вот. Да. Три-четыре месяца обычно проходит и собираются быть не бездомными домашними. Да? Да. О котах или у нас ролик не о котах? О женщинах. И я про женщин. А, хорошо. Три-четыре месяца, к сожалению. А что ты смотришь, вот, кстати, из контекста, на женщин, которые вполне осознанно, кстати, очень милые женщины, зачертую. Я их очень люблю, которые child-free не хотят иметь детей. Здесь надо понимать, к какой они относятся категории. Если это феминистки, женщины. Но феминистки, я не имею в виду какой-то там жесткий феминизм. А феминистки в плане, в нормальном плане, когда для них интереснее карьера. Ну, я таких женщин как бы знаю. Ну, я тоже знаю много. Абсолютно нормальные и женственные. А других и нет. Те, которые не хотят иметь детей, не хотят иметь карьеру, потому что дети этой карьере мешают. Ну, некоторые и карьеру не делают, и детей не хотят иметь. Есть такой вид, Саша, сейчас. Среди молодежи это ненормально, это потом сказывается. Почему? Не знаю, это идеальные. Ну, опять-таки. Те, которые карьеру не делают, и детей не делают. Да. Ну, не скажем так. Ну, я не буду как бы... Вот. Что? Ну, как бы углубляться в эту тему, но они хороши. Да? Да. Потому что, когда делают карьеру, им не, да, мужчины, а когда... Ну, сам понимаешь, да. То есть, она... Я не очень понимаю, но... Я думаю, зрители понимают. У нее остается время на тебя, но при этом не надо иметь детей. То есть, ты можешь их... А куда она девает свой инстинкт продолжения рода? Ну... Вот мне бы хотелось, опять же, у девушек... Я даже не знаю, как тебе сказать. Вот я говорю, и надо узнать у девушек. Мне кажется, мне кажется, они проходят все этапы делания детей до момента зачатия. Ну, не, ну это... Не, не, ну я немножко о другом. Я об ощущении материнства именно, понимаешь? А ты можешь для нее быть ребенком? Наверное, как-то. Она тебе заботится, ты о ней офигеть. И классно. О, как я повернул тебя. А ты уже... И книжка тебе... Да, 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 здесь это не было. Суха теория, мой друг. А древо жизни зеленеет. Ну и что у тебя там в сценарии? Ну, когда... Нет, ну, здесь еще, как бы, последние мысли такие для обсуждения. Что женский грех тщеславие, мужской грех гордыня. И еще такая фраза, что для женщины истинно то, что приятно. Поэтому наша задача доставить им наслаждение. Тщеславное и приятное. Оно выражает. В Австралии это доступно. Короче говоря, доставить ей наслаждение и сказать, какая ты была сегодня офигенная. И тогда, завтра, она еще будет офигеннее. Ты какую-то очень простую подсказку сказал. Да. Вижу, как все просто. Все очень просто. Это у Ницше все сложно. А в жизни, оказывается, все просто. Но он поэтому и был, как мы, вот и холостяком тоже до старости. Ну, тоже, наверное, получал удовольствие. Часто. Он доставлял наслаждение, но... Он был слишком крут, мне кажется, он обходился. Он был выше этого. Он преодолел человеческое. Месяц заратустра. Нет, до такой степени... У него были усы мощные. У нас таких нет. Поэтому... Ну, не знаю. Вибрисы не надо. Я ешь кошатник. Да. Вот. Либо ты имеешь вибрисы, либо не имеешь их вообще. Вов, ну вот обобщая... Обобщая, обобщая, обобщая нашу речь. Какой бы ты совет дал мужчинам, которые едут сюда и рассчитывают... Одиноким, одиноким мужчинам. Ну, одиноким, да. Ну, искать девушку, женщину, с которой у вас общие цели. Например, у вас цель получить гражданство, а у нее уже есть гражданство. Это у вас общая цель, они прекрасно совпадают. Это шутка. А далее? Ну, нет. Если серьезно, то надо для себя понять свой чувственный уровень. Если для вас нужны эмоции, взрыв эмоций, то фиктивность какая-то в отношениях. Я не говорю даже о том, что вы фиктивный брак. Или просто у вас будет доминирующая мысль, что эта девушка вам нужна только потому, чтобы в Астралии остаться. Если у вас высокий порог чувственности, и вам нужны именно чувства, то вряд ли вы вытерпите это. Это совет девушкам? Это совет и девушкам, и мужчинам. Это, ну, мы не будем выделять там, как бы, в Австралии все равно. У нас есть средний пол даже и мужской, и женский, и другой. Хорошо. То есть это советы тем и другим. А стоит ли ехать в Австралию со своим партнером или партнершей? Тут опять же двояко. Потому что, с одной стороны, у вас есть моральная поддержка, что очень ценно. Если она есть. Ну, если вы вдвоем уже, если вы едете вдвоем, подразумевается, что вы ощущаете себя как стая. Вот о том, о чем я говорил. Поэтому вы как стая преодолеваете вместе трудностью. Что значит понятие стая? Это то место, где нет месту размышлений о том, правильно вы делаете или неправильно делать. Вы вместе собрались, и вы идете на дело. Вы вместе собрались, поехали в Австралию. Вы добейтесь цели какой-то. Вы определите цель вначале. Добейтесь ее, и потом уже, допустим, ну типа, не то что-то, еще что-то. Ну, а сейчас-то приехать сюда и остаться здесь удобнее и выгоднее одному, чем вдвоем. Ну, так это надо определять. Но если люди, ну, технически, скажем так, этот вопрос надо уже решать на месте. То есть, если что, разойтись. Да, ну, в принципе, вы же, если едете вдвоем, ну, может быть, хотя бы один человек может выучиться. Там же, в принципе, как на студенческой визе, один учится, второй работает. Это было, сейчас ты не наберешь баллов. Вова. Значит, надо набирать баллы как-то. Хоронишь ты наши семьи. О, хоронишь ты. Не, ну. Я как человек несемейный могу тебя и поддержать в этом плане. Я тоже несемейный, что, видишь, как бы мы-то поняли, что такое эмиграция. Но я, понимаешь, как, я не хочу тоже говорить, что, не, ну, как бы, если вы семейный, не надо вообще в Австралию. Какой смысл, да, вообще в Австралии. Для большинства людей Австралия ценна тем, что они сюда приезжают и здесь, ну, создают какое-то легаси, наследие. То есть, дом, семья, дети. Ты считаешь корректным, ты считаешь нормальным, чтобы женщина, ну, или мужчина, приехал сюда и женился ради эмиграции. Вот просто ради эмиграции, то есть, ему так. Я не говорю о том, что сможет, не сможет, там, порог чувствительности и остальное. Просто, вот, это нормально, что человек, женщина едет и говорит, да, стерпится, слюбится, мне бы главный вид на жительство. Для тебя это нормально или нет? Сразу скажу, для меня нормально. Ну, учитывая то, что мы говорили до этого, если женщина оперирует инстинктами. Во-первых, я бы так сказал, что когда женщина прямо вот так в лоб об этом думает, то у меня сомнение, что она адекватно понимает, что такое эмиграция. Допустим, что она все-таки понимает. Ну, а что такое эмиграция тогда? Ну, это не просто, что ты как бы... Революционные изменения в твоей жизни? Нет, это не в том дело, что ты дал, что ты каким-то образом получил резидентство. Это не в этом-то дело. Дело в том, что жить надо с этим резидентством еще. Надо себя как-то ощущать, надо быть вписанным в социум. То есть должен быть язык хороший, образование. Ну, как минимум это. Если просто приехать и получить документ, ну, вы не встанете австралийкой. Даже имея австралийский паспорт, вы не встанете австралийкой. Надо вжиться в общество. И в этом смысле, если человек акцент делает на вживании в обществе, ему интересен путь, скажем так, феминистический более, чем путь семейный. Ну, мы тут так разделяем. Это все перемешивается. Это все сейчас перемешано, но мы так утрируем немножко, чтобы понять не было. То, может быть, и так. Опять, смотрю, в каком возрасте человеке. Может, у человека уже нет других возможностей. Может, человек хочет не отвлекаться, потому что, понимаешь, как... Вот, с одной стороны, ты говоришь, или как, не ты говоришь, а правительство Австралии говорит, у нас мы расширяем квоты. Какая разница, я и правительство. Ты поддакиваешь, хорошо. Нет, это они! Они у меня идею спирят. А что они говорят? Сейчас же не лейбористы у нас, да? Ну, значит, ты знаешь не правительство, значит, я и либерал. Это другие. Они говорят о том, что, ну, квоты по партнерским визам на этот год 70 тысяч. 72 тысяч, 400. Да. По профессиональной миграции 40 тысяч. Ну, это намек очевиден. То есть, хотите быть в Австралии, выходите замуж или женитесь. То есть, задавая цифры, государство уже, как бы, добавляет некую эффективность. Я об этом говорил раньше, раньше даже, чем государство. При том, что в этом году впервые, там, за много-много лет упало население. То есть, убыль населения впервые с какого-то там 2003-2004 года в Австралии наблюдается. Вот. Ты, Вов, вспомни, вот ты остался по профессиональной миграции. Где-то, типа, 2010-й год, да? Тогда это было не 100 баллов, понимаешь? Да, даже при этом, ты вспомни, сколько было человек, сколько из них осталось по профессиональной миграции? Единицы, Вова. Хорошо бы знать, кто действительно, потому что я даже не могу вспомнить, кто. Вот, ты не можешь. И я с трудом вспоминаю, и что-то приходит на ум ты. А больше, собственно... Нет, я думаю, что есть, конечно, еще были. Были, были, но крайне мало. Это были люди, которые оставались на 450, по-моему, седьмую визу рабочую. Просто, может быть, люди не понимают, вот эту квоту, мы говорим, вот 40 тысяч профессиональной миграции. Надо понимать, что было, это 140 тысяч. Профессиональная? Да, оно постепенно уменьшилось до 40. Было 140, 120. По-моему, 110 было максимум. 110? Ну, порядок, ты понимаешь, то есть, три раза почти. А партнерская миграция, она примерно так и была. Она по чуть-чуть увеличивается. Не совсем, не совсем. У меня имелось Family Stream, это не только. Это и родительские, которых стало больше. Уранические, это 10 тысяч. Вот. Ну, партнерские чуть-чуть даже увеличились. Нет, я говорю, они растут. Да. Это понятно, это понятно, потому что ответственность за иммигрантов ложится на... Да, да, да. Это плюс. ...и самих или на их спонсоров. Это плюс. Я считаю, что это огромный плюс. Вот. Когда это не ложится на меня. На тебя тоже, на тебя тоже. Ну, все-таки. Для меня никак. Пока на тебя тоже. Да. Ну, можно и возложить. Жизнь непредсказуема. Жизнь непредсказуема. Девчонки, жизнь непредсказуема. Тут у нас есть... Вот у нас вот... Я нет. Я нет. Я святой. Как у тебя? Я... Я... Я рамзес. Коты, коты. Тебя заботливает? Я рамзес. Я рамзес. Я не сторонник браков. Вообще. А ты сторонник браков. Это у нас кардинально. Я не то, что сторонник. Я просто не понимаю, ну, как человек тратит время, когда с тобой рядом находится. Ну... В моем случае просто, как сказать, я... Я себе подсознательно понимаю, что человек, если со мной рядом, то он хочет получить гражданство. Он со мной рядом. В том числе, возможно, что я ему нравлюсь. Но извини меня, но... Если девушка сразу знает, что я из Австралии. Я не знаю, что человек ищет. Ну, и что? Вот опять же... Так, а какая разница? Что она ищет машину? Что она бабло ищет? Хорошую работу? Хороший дом и так далее? Нет, ничего не плохого, что человек ищет. Абсолютно то же самое. Какая разница? Да. Мужчина ищет ту же... Как бы... Есть вопрос. Просто когда люди ищут чувственное какое-то счастье, это тоже осязаемое. И это можно оценить. Поэтому, когда мы проводим... Как бы... Ну, у нас же в нашей программе... православной культуре как заложено что если чё-то это материальное о это низкая а вот духовное это вот хорошо в вашей православной в его культуре так и мы заложено вашей в нашей я даже не знаю что на я как бы из этого из тех вот людей типа святослава игоревич я говорю в нашей нас тут слушают люди которые на 20 лет думают что у нас тут как бы у нас и культура нету что это такое не надо как бы жить наслаждаться жизнью да и все что там нет в австралии ну круто тепло о чём вообще речь до того момента как этого гражданина или эту гражданку кинут вытерев об неё ноги или об него ноги не ну почему кинут почему такой термин кинут человек нет понимаешь как я думаю что это как бы люди когда заключают брак когда там фиктивно это я не обсуждаю даже когда не фиктивно надо понимать что но люди серьезные вы хотите ну как сейчас не сейчас уже принято не знаю сколько лет заключать брачный договор но фактически здесь же тоже подразумевается что девушка хочет видеть себя в австралии она готова любить она готова там семью создавать все как бы готова но при этом ну милый мой если что-то у тебя там у мужчины если что-то в голове не так да да нас да нас хотят прервать вот нас прервать хотят ну я как бы закончу просто мысль что люди должны быть адекватные по-взрослому оценивать себя и понимать что если вы начали опять же им все крутится вокруг вот это ощущение стаи если вы начали какое-то дело надо его довести до конца довести до результата какого-то потом уже вы дошли до результата говорила на берегу а потом уже разойтись потом ну как получится может быть вам не надо будет расходиться не знаю слушай вот это главная мысль будьте в стае будьте в стае да но при этом можно быть одиноким волком который выбирает свой путь и примыкает той стаи который надо или кот он вообще никакой стая не содержит это великое это святое вот на этом мы и закончим нашу беседу большое спасибо спасибо я думаю наши дамы да и не только дамы задумаются но я считаю не только дамы я не понял немножко ну хорошо ладно не только не только дамы то что мужчины тоже грантуя вот это вид на жительство должны понимать что само наличие вида на жительство оно не гарантирует что женщина с тобой будет мы же не обсудили момент такой смотри что когда люди приезжают допустим по судической визе получают вместе гражданство и потом расходятся или допустим один человек это просто один человек тянет к гражданству а второй его в определенный момент бросает типа а ты меня дотянул ну пока ну я думаю что это все просто потому что вот эти все говно съеденное двумя людьми вместе потом а когда уже получили заветный плод в виде эмиграции им не хочется вспоминать да ей кажется что она найдет лучше мужику кажется что теперь он хоть поживет для себя без вот этой обузы и в итоге люди расходятся но это они изначально как бы создали стаю для того чтобы добиться цели а потом потом уже добившись цели чего на вольных хлебах в общем можно пожелать чтобы все сбивались в крепкие стаи заводили этих волчат побольше австралийских и жили в Австралии ну или коты сбивали коты не сбиваются дикие коты нет они по-моему бегают стайками тут нет 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 они как-то поодиночке но кот это святое так как божество о нем даже не говорят как они вообще да ну ладно значит дорогие друзья я думаю что мы за эти 36 чем-то минут вас не очень утомили развлекли больше да я благодарен Володе что пришел я заметил что он всегда говорит как бы философски отвлечен ну черт возьми был всегда чертовски популярен поэтому надеюсь так не так давно 10 лет мне мало и сроков всего лишь все удачи и до новых встреч